Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Я улзу биллэхи мэнэ шэйтанарраджим, бисмиллэхаррахманаррахим Сляху Аллах принадлежит Аллаху Мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ним И далее Многие люди часто спрашивают о шариатском постановлении относительно дня рождения пророка, мир и благословение Аллаха И связанных с ним обрядов Например, приветствие и встречи пророка, мир и благословение Аллаха, стоя Ответ на этот вопрос следующий Празднование по случаю дня рождения пророка, мир и благословение Аллаха, для кого-либо другого не имеет оснований, является нововведением в религии Ни посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ни четыре правдных халифа, ни сподвижники и их последователи из числа лучших поколений мусульман, да будет Аллах доволен ими всеми, не проводили подобного празднества Хотя они лучше знали сунну, больше любили посланника, мир и благословение Аллаха, и выполняли предписание шариата совершеннее, чем мусульмане более поздних поколений Достоверно передается от пророка, мир и благословение Аллаха, что он сказал Кто принесет в нашу религию то, что не является ее частью, то это будет отвергнуто Он также сказал в другом хадисе Придерживайтесь моей сунны и сунны правдных халифов, ведомых прямым путем Держитесь за нее коренными зубами и остерегайтесь новшеств Ибо каждое новшество это нововведение И каждое нововведение это заблуждение Аллах, свят и велик, говорит в Коране Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь с того, что он запретил вам Позже остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания В посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и в последний день, и премного поминает Аллаха Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных И теми, которые последовали строго за ними Они также довольны Аллахом Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки Они пребудут там вечно Это великое преуспеяние 9 сура, 100 аят А также Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил вас в качестве религии ислам 5 сура, 3 аят И существует множество аятов со схожим смыслом Празднование Маулида означает, что Аллах, свят он и велик, не усовершенствовал свою религию для умы А посланник, мир ему и благословение Аллаха, не передал откровения должным образом Появились поздние поколения и приносили в шариат Аллаха то, чего он не дозволял Прикрываясь тем, что это приближает их к Аллаху Это, несомненно, представляет собой серьезную опасность, потому что создает впечатление возражание Аллаху, свят он и велик, его посланнику, мир и благословение его Воистину, Аллах усовершенствовал религию своим рабам и довел до конца свою милость к ним Посланник же, мир ему и благословение Аллаха, передал ясные откровения от Аллаха Не осталось пути в рай, как только он объяснил, как достичь его И не осталось пути в ад, как только он объяснил, как избежать его Достовенно передается от Абдуллы бин Амра, да будет Аллах доволен ими обоими Что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал Всемогущий Аллах не послал ни одного пророка, не обязавив его вести в свой народ по лучшему пути, известному ему И предостеряет свой народ от худшего пути, известного ему Известно, что наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, лучший и последний из пророков И он пришел самым всеобъемлющим посланием Если бы Маулит был частью религии Аллаха, то посланник, миримый и благословенный Аллаха, ясно указал бы на это, праздновал бы его, его сподвижники, да будет Аллах доволен ими всеми, также праздновали бы этот день Но так как ни одно из этих предположений не имеет места быть, то совершенно очевидно, что этот праздник не имеет основы в исламе, он является нововведением, направленным против посланника, миримого и благословенного Аллаха, и предостережением его умми, о чем сказан дух в уже проведенных хадисах Существуют и другие хадисы с похожим смыслом, например, слова, сказанные пророком, миримый и благословенный Аллаха, во время пятничной проповеди Самые лучшие слова – это книга Аллаха Всевышнего, лучший путь – это путь Мухаммада, худшее ежедеяние – это нововведение, каждое нововведение – это заблуждение, и существует множество хадисов со схожим смыслом Ученый не признает маулид и предостерегает от его празднования, основываясь на проведенных выше доказательствах и многих других свидетельствах Тем не менее, некоторые из поздних ученых считали подобные празднования разрешенными в том случае, если он не содержал в себе порицаемые элементы Например, язычное восхваление посланника Аллаха, миримого и благословенного Аллаха, смещение мужчин и женщин, использование музыкальных инструментов и другие действия, отвергаемые причисленным шариатом Аллаха Они полагали, что эти празднования являются хорошими нововведениями Как сказано в одном из аятов, если между людьми возникает разногласие, то следует обратиться к книге Аллаха и сунге его посланника, мир и благословение Аллаха Вот те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь к этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день Так будет лучше и прекраснее по значению 4 сура, 59 аят Аллах также говорит Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом 42 сура, 10 аят Если мы обратимся к книге Аллаха с вопросом о праздновании Маулида, то мы увидим, что она предписывает нам следовать за посланником, мир и благословение Аллаха Предостерегает нас от всего, что он запретил и сообщает нам о том, что Аллах усовершенствовал религию этой умы Поскольку празднование Маулида не было присуще посланнику, мир и благословение Аллаха, то оно не имеет основы в религии, которую Аллах усовершенствовал для нас И в которой он предписал нам следовать примеру пророка, мир и благословение Аллаха, в делах религии Также, если мы обретимся к сунне посланника, мир и благословение Аллаха, мы не обнаружим, что он праздновал день рождения или приказывал кому-либо праздновать его Его сподвижники, да будет Аллах доволен им всеми, также не делали этого Если у человека есть хоть крупица способности к пониманию и желанию постичь истину, то ему станет очевидно, что Маулид не имеет основы в исламе Это относится к нововведениям, которые Аллах приказал избегать и остерегаться Это подражание людям писания, христианам и иудеям, их празднованиях Разумный человек не должен облачаться большим количеством людей, которые следуют за этими нововведениями Правильность того или иного действия не обязательно определяется по количеству людей, совершающему его Нет, это определяется по достоверным доказательствам Аллах проводит слова иудеев и христиан Они сказали, не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан Таковы их мечты Скажи, приведите ваши доказательства, если вы говорите правду Вторая сура, 111 аят Аллах также говорит Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха Шестая сура, 116 аят Нарядусь тем, что подобные празднования являются нововведениями, в них часто присутствуют запретные действия Смещение мужчин и женщин, песни и игра на музыкальных инструментах, употребление алкоголя и наркотиков и тому подобное Во время празднования маулида, так называемого аулия и другие люди могут совершать малый шик последствием чрезмерного восхваления пророка, миримого благословения Аллаха Вознесение мольвы ему и спрашивание его о помощи и о поддержке веры в том, что он знает скрытое и других актов неверия Достоверно известно, что посланник Аллаха, миримый благословение Аллаха, сказал Остерегайшись излишеств религии, ибо тех, кто жил до вас, погубило излишество в религии Сахаги Аль-Бухари передается от Умара, да будет Аллах довольным, что посланник Аллаха, миримый благословение Аллаха, сказал Не возвеличивайте меня, так как возвеличивают христиане сына Мария, я лишь раб, так говорите, раб Аллаха, его посланник Парадоксально, что многие люди любят посещать и праздновать эти выдуманные празднества, хотя они исполняют должным образом то, что Аллах сделал обязательным Например, посещение пятничной молитвы и совершение коллективного молитвы Более того, они уделяют своим обязанностям перед Аллахом недостаточного внимания и не веруют о том, что совершают серьезнейшие грехи Без сомнения, это происходит по причине слабой веры, малого понимания и большого количества совершенных грехов Мы просим Аллаха даровать спасение нам и всем мусульманам Некоторые из этих людей думают, что посланник Аллаха, миримый благословение Аллаха, посещает молитв Поэтому они встают, встречают и приветствуют его Это ужасная ошибка и свидетельство полного невежества Потому что посланник Аллаха, миримый благословение Аллаха, не покинет свою могилу до дня воскресения И он не общается ни с кем из них и не посещает их собрания Он будет находиться в своем могиле до начала судного дня А его душа находится в раю рядом с его Господом Аллах, святый навлек, говорит После этого вы непременно умрете А потом, день воскресения, вы непременно будете воскресены 23 сура, 15 и 16 аяты Пророк, миримый благословение Аллаха, сказал День воскресения я стану первым, над кем развернется земля могилы И первым из тех, кому будет дано право заступничества Выше приведенные аяты и хадисы, а также другие аяты и хадисы с похожим смыслом Свидетельствуют, что пророк, миримый благословение Аллаха И другие смертные будут воскресены только в судный день Мусульманские ученые единогласны в этом вопросе Это неоспоримый факт Каждый мусульман должен обращать внимание на такие вопросы И остерегаться бездоказательного нововведения и мифов Рожденных невежественными людьми И Аллах единственный, у кого мы ищем помощь и на кого возлагаем надежды Что касается пожеланий мира и благословения посланнику Аллаха То это одно из лучших благих дел, которые проводят довольство Аллаха Священный Аллах говорит Воистину Аллах, Его ангелы, благословяют пророка Вот те, которые уверовали, благословяйте Его и приветствуйте миром 33 сура, 56 аят Пророк, миримый благословение Аллаха, сказал Кто благословит и поприветствует Меня миром один раз Того благословит и поприветствует миром Аллах в десятикратном размере Пожелания мира и благословения пророку Предписано в любое время, особенно в конце молитвы По мнению большинства ученых, это является обязательным в последнем ташахуде К каждой молитве И крайне желательно суды в различных ситуациях Например, после азана, после упоминания о пророке Мире и благословение Аллаха В пятницу и в ночь на пятницу Как об этом свидетельствуют хадисы Мы просим Аллаха даровать нам и всем мусульманам понимание и приверженность его религии Помочь каждому следовать сунне и остерегаться на уведении Воистине он самый щедрый и дарующий наилучший удел Мире и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам Шейх Абдул-Азиз ибн Абдуллах ибн Баз